Всем привет! Завершаем мы цикл сказок от Сега Сатурн с самой совершенной, на мой взгляд, игрой Nights in the Dreams. На протяжении последних 5-6 месяцев Sega развернула огромную шумиху по поводу выхода в свет нового творения талантливого программиста и дизайнера, автора таких эпохальных произведений, как Соник 1, 2 и 3, Юджи Нага под названием Nights. Сравнивая ее Super Mario 64 от Nintendo, можно сделать вывод, что они будут практически детичными по своей концепции, но это оказалось совсем не так. Кроме того факта, что обе эти игры протекают в полностью трехмерном мире, других точек соприкосновения у них нет. Так же, как и во времена 16-битных войн, отличительной особенностью Марио выступал приключенческий аспект игры с многочисленными секретами, разбросанными по всему миру. Тогда как Соник, да и Найтс, в первую очередь поражают своей скоростью и грамотным построением уровней. На этом все сравнения с Соником также заканчиваются. Найтс своим появлением полностью разрушает стереотипы, связанные с подобными играми. Внутри ее концепции можно найти множество источников вдохновения. Но, чтобы точно назвать жанр этой игры, придется долго ломать голову. Немного гонка, немного леталка, немного проверка ваших способностей совершать головокружительные маневры. Данный продукт еще раз доказывает, что не нужно следовать общепризнанным канонам, чтобы добиться великолепных результатов. Итак, ближе к самой игре. Два подростка, девочка Кларис и мальчик Эйлиот, которых можно выбрать для прохождения игры, видят один и тот же Сон, в котором непонятное существо по имени Найтс призывает их на помощь королевству Найтопия, чтобы победить злодеев, задумавших уничтожить детские мечты. Но вместе с этим, одержав верх над силами зла, наши герои смогут также победить собственные страхи и неуверенность в себе. Таким образом, вы попадаете в мир, действительно похожий на мечту, с разнообразными ландшафтами и буйством красок. На самом деле, благодаря великолепной команде программистов, Сатурн показывает, что его потенциал еще до конца не изучен. Еще ни в одной игре, кроме, быть может, некоторых трехмерных драк, не были одновременно использованы сразу несколько серьезных спецэффектов, таких как плавное затенение полигонных объектов, которые визуально сглаживают углы, несколько уровней прозрачности предметров на экране, а также правильное падение света на них. При этом, все действия Найтс в основном происходят на скорости хороших гонок. До сегодняшнего дня достичь всего этого на Сега Сатурн считалось просто невозможным. Но совсем не технология делает эту игру такой замечательной, а сам игровой процесс. Итак, впервые попав в фантастический мир детских снов, игроки оказываются в полностью трехмерном пространстве, наблюдая за героем с любой точки зрения практически как в Марио 64. Но настоящее действие происходит не на Земле. С помощью указателя вы находите дворец Найтс. Затем вживаетесь в его костюм и отправляетесь на поиски четырех жемтюжин, заключенных в огромных вазах, парящих в воздухе. Здесь уже действие происходит как бы на рельсах. Вместо того, чтобы вводить в заблуждение многих пользователей наличием полной свободы полета, разработчики позволили любому, даже самому маленькому игроку, насладиться игровым процессом. Перспектива варьируется от стандартного полета слева направо до вида сверху и сзади под разными углами. Каждый мир поделен на четыре трассы, на которых и расположены все враги, а также голубые жемчужины, необходимые для освобождения больших жемчужин из рук злодеев. Собирать предметы можно двумя способами. Либо просто соприкасаясь с ними, либо создав воздушную воронку, захватывая как можно больше жемчужин одновременно. Таким же образом игроки могут разделаться и с надоедливыми врагами, которые постоянно пытаются затормозить полет. Игра идет на время, после истечения которого вас выбросит обратно на землю, где игрокам уже придется закончить выполнение задачи и постараться не быть пойманным огромным будильником, которые будут пытаться будить наших героев ото сна. После удачного прохождения уровня игроков ждет встреча с боссами. Победить их довольно сложно, и вам придется долго искать их слабые места. Кроме всего этого в Найтс присутствуют и прочие мини-задрания, для описания которых просто не хватит места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый, кто действительно ценит качество и оригинальность, должен хотя бы раз попробовать Найтс, так как даже самый длинный рассказ не может передать всех прелести этой игры, которая уже сейчас заняла прочное место в истории видеоигр. К сожалению, Серго Сатурн покидает нас. Хотя я уверен, что ненадолго будем ждать от этой приставки новых чудес. Мы говорим в Сеге, до свидания. А на этом все.